Всем привет! В этом уроке мы познакомимся со следующей модификацией Мессершмитта, а именно БФ-109-Ф2. Работы над модификацией F Фридрих начались в 1938 году, но производство затянулось. В результате работы по созданию БФ-109-Ф затянулись почти на два года. В октябре 1940 года начался выпуск истребителя F-2 с мотором ДБ-601Н, для которого требовался 96-октановый бензин марки С-3 и пушка МГ-151-15, особенностью которой было использование электропривода для ее перезарядки. 12-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения ДБ-601Н на чрезвычайном режиме имеет 1175 л.с. и способен развить скорость 528 км в час. На F-2 стоял винт ВДМ-9-1127А диаметром 3 метра. Винт оснастили электрическим регулятором постоянного числа вращения, причем его конструкция позволяла пилоту отключать автоматику и управлять шагом винта вручную, как это делали пилоты Эмилий. Управление винтомоторной группой максимально автоматизировано, фактически для изменения тяги двигателя используется только рут. Обороты винта, качество топливной смеси, передаточное число нагнетателя и температура масла и воды не требуют ручного регулирования в полете. Крыло БС-109 мало изменялось, начиная с первого опытного самолета и включая модификацию Е. Что касается Фридриха, то профиль и силовая конструкция крыла остались практически прежними, чего нельзя сказать о форме крыла в плане. Законцовки крыльев стали эллиптической формы. Площадь элеронов и перекрылков у истребителей этой модификации несколько уменьшились по сравнению с Эмилями, но управляемость относительно продольной оси при этом осталась удовлетворительной. Зато увеличилась площадь закрылков, которые к тому же стали щелевыми, а значит более эффективными. На крылья поставили новые радиаторы, они были в два раза шире и в два раза тоньше. За радиаторами установили новые двойные шторки, верхняя и нижняя. Нижняя шторка одновременно выполняла функцию закрылка. Радиаторы открывались и закрывались автоматически, регулируя температуру двигателя. Но по сравнению с Эмилем и четвертым Фридрихом, на F2 нельзя вручную регулировать угол открытия шторок радиаторов, а лишь можно полностью их открыть на 100%, что приводит к значительной потере скорости. На ранних B109 и F2 также имелись внешнеусиливающие накладки хвостовой части, приклепанные непосредственно в заводских условиях из-за случаев отрывания хвоста в полете, которые происходили из-за колебания при некоторых режимах двигателя. Крепление входило в резонанс и разрывало хвостовые лонжероны. Это решение оказалось настолько простым и удачным, что продержалось до конца лета 1941 года, пока не усилили внутреннюю конструкцию фюзеляжа. Самолет получил новую кислородную систему, работающую с баллонами повышенного давления. Бензобак емкостью 400 литров изготовили из 10-мм резины, уложив его в фанерный короб. Резина была многослойной, внутренний слой не вулканизировался и при пробитии пулей набухал в присутствии бензина, локализуя течь. Короб бензобака выполнялся из фанеры, бак инертным газом не заполнялся. Защита бака была очень слабой и пробивалась 20-мм снарядом даже с 400 метров. Известны три субмодификации БФ-109-Ф2, причем две первые выпустили небольшой серии, а третья работа носила опытный характер. Первая модификация – это истребитель-бомбардировщик Ф-2Б с подфюзеляжным бомбодержателем ЭТС-250, позволявшим подвешивать бомбу калибра 250 кг. Вторая модификация – это истребитель в тропическом исполнении Ф-2ТРОП с противопыльным фильтром и воздухозаборником нагнетателя, отлегчавшимся увеличенным сечением. Третья модификация – это высотный истребитель Ф-2З с системой впрыска закиси азота, винтом с суширенными лопастями, воздухозаборником нагнетателя по типу Ф-2ТРОП и маслорадиатором повышенной производительности и увеличенных размеров. Но был еще один экспериментальный вариант БФ-109Ф-2. В 1943 году немцы разрабатывали истребитель ПВО, который имел ракетное вооружение. Именно на Ф-2 повесили 8 ракет РЗ-65 калибра 73 мм. Пилоты этого самолета на испытаниях уверенно и прицельно поражали прямыми попаданиями отдельно стоящие наземные цели, типа паровоз или даже танк, что далеко не всегда удавалось целым группам Ил-2 с вероятностью попадания 1,1%. Нужно, грубо говоря, около дюжины штурмовиков на одно попадание, а это обещало нормальную стрельбу по формациям англо-американских бомбардировщиков. Аппаратура позволяла выбрать режим стрельбы и повысить необходимую задержку подрыва, исходя из параметров схождения истребителя и его целей. В общем случае ракетные батареи сводились на 500 метров. Конечно, с прицеливанием были проблемы, скорость полета ракет существенно меньше, чем у снарядов и пуль, поэтому нормальные атаки лучше было строить по прямой сзади или спереди. Однако, по результатам испытаний самолет забраковали. Несмотря на хорошие характеристики самих ракет и перспективность оружия, БФ-109 оказался плохой платформой. С наростами ракетных батарей он стал недопустимо вальяжен и нетороплив при маневрировании, да и скороподъемность стала маловато. Для подвешивания ракет требовались более мощные самолеты, и дальнейшие эксперименты с ракетами продолжились уже на самолетах тяжелее, часто на двухмоторных, которые не так фатально создали подвешивание ракет. На БФ-109Ф2 нет триммеров, есть управляемый вручную переставную стабилизатор, которым можно уменьшать усилия на ручке в полете, или в пикировании устанавливать так, чтобы для удержания самолета приходилось немного отдавать ручку управления от себя. На самолете установлены автоматические предкрылки, они позволяют несколько увеличить критический угол атаки и сделать выходный режим сваривания более мягким. Самолет имеет ручной механический привод уборки и выпуска закрылков, поэтому перед посадкой выпуск закрылков следует осуществлять заблаговременно. Угол выпуска закрылков можно контролировать по меткам на левом закрылке. Закрылки можно выпустить на любой угол до 40 градусов. Свободно ориентируемое хвостовое колесо может быть застоплено в положение по полету при помощи рычага в кабине летчика. Колесо необходимо застопить при продолжительном рулении по прямой, а также перед взлетом и посадкой. Самолет имеет раздельное управление гидравлическими тормозами левого и правого колеса шасси. Торможение каждого колеса осуществляется нажатием на верхнюю часть соответствующей педали. Прицел имеет сдвижной светофильтр. Конструкция самолета не позволяет осуществлять полет с открытым фонарем кабины. Фонарь необходимо закрывать перед взлетом. Также есть система аварийного сброса фонаря для покидания летчиков самолета в полете. Как я уже говорил, на F-2 стоит пушка МГ-151-15 в коке винта, которая имеет 200 снарядов и имеет скорострельность 700 выстрелов в минуту. Также установлены два пулемета МГ-17 калибра 7,92 мм с количеством патронов 500 штук на ствол и скорострельностью 1200 выстрелов в минуту. Пулеметы синхронизированы и стреляют через винт. Также в качестве модификации возможна установка 20-ти лиметровой пушки МГ-151-20, которая имеет 200 снарядов и имеет скорострельность 700 выстрелов в минуту. Бомбовое вооружение состоит из четырех 55-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб СЦ-50 и осколочно-фугасной авиабомбы СЦ-250, которая весит 249 килограмм. Система управления бомбодержателем позволяет сбрасывать бомбы только по одной. Предельная скорость пикирования составляет 850 километров в час. Как и на всех самолетах, предельную скорость можно завышать примерно на 20 километров в час. Главное, не работать с элеронами, а то они у вас отлетят. Главное, не работать с элеронами, а то они у вас отлетят. Сейчас давайте рассмотрим режимы двигателя. Есть четыре режима. Это продолжительный, который не ограничен по времени и имеет 2300 оборотов в минуту при 1.15 АТА. Боевой режим ограничен 30 минутами и имеет 2400 оборотов в минуту при 1.25 АТА. Чрезвычайный режим ограничен 3 минутами и имеет 2600 оборотов в минуту при 1.35 АТА. И форсированный режим ограничен 1 минутой и имеет 2800 оборотов в минуту при 1.42 АТА. Как я уже говорил в предыдущих уроках, время работы двигателя на максимальном надуве можно продлить уменьшая обороты. При этом мощность двигателя хоть и падает, но незначительно. На осенней карте Сталинграда самолет F2 при 1.42 АТА и 2800 оборотах имеет максимальную скорость 538 км в час. Если мы избавим обороты до 2600, то скорость упадет всего до 535 км в час, а время до повреждения двигателя увеличится и составит 3 минуты и более. Если избавить обороты до 2500, то скорость упадет до 526 км в час, а время увеличится до 5 минут. В этом и есть преимущество работы на рабочном управлении шагом винта перед автоматическим. Надеюсь, все понимают, что если вы будете лететь на автомате с оборотами 2600, то у вас будет надув 1.34 АТА. При таком надуве и таких оборотов, ваша скорость будет всего 527 км в час, то есть на 8 км меньше, чем при 1.42 АТА. А если вы выставите 2500 оборотов, то надув еще меньше будет и скорость упадет до 515 км в час, что на 11 км меньше, чем при надуве 1.42 АТА. Ручное управление помогает не только продлить время до повреждения двигателя, но и помогает продлить работу уже поврежденного двигателя. Об этом я уже говорил в одном из уроков и вы должны знать о режиме 0.9 АТА при 1500-1600 оборотах, который помогает вернуться домой при повреждении двигателя. Многие часто жалуются, что их догоняют красные самолеты. Все потому, что эти пилоты не пользуются ручным управлением шагом винта, а также ведут бои постоянно на боевом режиме. И только когда уходят на вертикаль, и за ними противник тянется, только тогда они используют максимальную тягу, которая в принципе уже не поможет в большинстве случаев. Учитесь летать на ручном управлении. Как это делается, я вам рассказывал в прошлых уроках. Что касается управления радиатором, то на F2 все плохо с ним. Он не регулируется, а может открыть створки только на максимальный угол. Поэтому лучше при перегреве катковременно открыть радиатор, если скорость маленькая, а если большая, то лучше убавить обороты двигателя. При работе со стабилизатором вы должны понимать, что если вы будете его сильно выкручивать на кабрирование, то есть чтобы самолет тянул нос вверх и был лучше доворот, то вы жертвуете скоростью. А также при доворотах на большой скорости вы быстрее поймаете черный экран из-за перегрузки. Если значение индикатора стабилизатора ближе к нулевому, то энергия полета у вас будет очень хорошая. Лично я летаю на F2 и F4 с 27% по техночату, а на G2 и G4 45% выставляю. При таких значениях у меня самолет совсем немного тянет вверх. А это значит, что мне не нужно давать врус от себя для горизонтального полета, что привело бы к потере скорости. Теперь давайте перейдем к тестам и сравним F2 с Як1 и Ла-5. Тесты проводятся с полными баками и на одинаковой скорости. В первом тесте, как обычно, мы тестируем разгон. На скорости 300 км в час по команде мы даем максимальную тягу и закрываем радиаторы. Первые 15-20 секунд я на F2 выдерживаю 1.42 АТА и 2800 оборотов, чтобы максимально быстро стартовать. Но затем снижаю обороты до 2600 и в таком режиме продолжаю полет. Именно так я проделал во всех следующих тестах. Как вы видите, F2 уверенно отрывается, разрывая дистанцию, а значит в горизонте у него разгон лучше. Во втором тесте мы тестируем мелкий климп на скорости 400-420 км в час. F2 также не оставляет шансов в Як1 и уверенно уходит в отрыв, разрывая дистанцию. Продолжение следует... Продолжение следует... В третьем тесте скорость климпа будет 300 км в час. Здесь Як1, как и в предыдущем тесте, уступает F2, имея меньшую скороподъемность. В четвертом тесте мы тестируем отрыв пикирования и вертикань. Уходя в пикирование, F2 уверенно разгоняется быстрее Як1 и рвет дистанцию. Разогнавшись от 300 до 700 км в час, F2 увеличил дистанцию до 400 метров. Это очень много. И если бы F2 ушел за 750 км в час, то дистанция была бы еще больше. Поэтому, если после пикирования вас догнал Як1, значит что-то вы делали неправильно. После пикирования мы уходим на вертикаль. И что мы видим? Мы видим, как Як1 уверенно отыгрывает дистанцию и сокращает ее. С легкостью может сбить F2. Давайте подведем итоги. F2 быстрее разгоняется. Уходит в отрыв с мелким климпом на скорости не менее 400 км в час. А также на скорости 300 км в час. Хорошо отрывается в пикировании. Но в вертикальном маневре не имеет преимущества над Як1. Поэтому уходить на вертикаль с Як1 на одинаковых скоростях и расстоянии меньше 700 метров нельзя. Так как Як1 сможет по вам прицельно пострелять с короткой дистанции. Сейчас давайте перейдем к тестам с Ла-5. Первый тест, как обычно, показывает, у кого лучший разгон. И как оказалось, Ла-5 имеет одинаковые показатели с F2. Так как F2 не смог значительно разорвать дистанцию. А после набора скорости 500 км в час, Ла-5 уверенно догоняет F2 в горизонте. Второй тест с мелким клипом на скорости не менее 400 км в час показал, что Ла-5 не отстает от F2 до высоты 2000 метров. После 2000 метров надув у Ла-5 начинает падать. И форсаж уже не такой эффективный. Что и дает возможность оторваться F2 от Ла-5. Форсаж уже не такой эффективный. В третьем тесте тестируем клип на скорости 300 км в час. И здесь уже Ла-5 не так хорошо себе показывает, как в предыдущих тестах. И просто ничего не может сделать. F2 просто уходит, разрывая дистанцию. В уроке по самолету Ла-5 я рассказывал вам, что Ла-5 любит скорость. Это скоростной истребитель. Поэтому в данном тесте он без скорости и не может показать хорошего результата. В четвертом тесте тестируем клип. Пикирование и вертикаль. Ф2 удается оторваться от Ла-5 совсем незначительно. Скорее всего потому, что пикирование началось на высоте 3000 метров. Где форсаж у Ла-5 не работает. Но даже в таких условиях Ф2 выиграл всего 300 метров у Ла-5. Что очень мало. Так как Ла-5 после пикирования с легкостью может догнать Ф2. Уходя на вертикаль, дистанция составляет 420 метров. И Ла-5 сокращает его до 200 метров. В таких условиях боя Ф2 был бы уже сбит. Подводя итоги этого теста, можно сказать, что Ф2 выигрывает у Ла-5 только в наборе высоты. Поэтому, если за вами гонится любой красный самолет, разорвите дистанцию до 500 метров. А затем начинайте набирать высоту, пользуясь преимуществом скороподъемности. Не нужно убегать постоянно в горизонте. Потому что, чем больше вы будете лететь в горизонте на максимальной тяге, тем больше у вас будут открываться радиаторы. Что приведет к потере скорости. А когда вы сбросите тягу, ваша скорость еще больше упадет. А Як-1 может долго лететь на перегреве с закрытыми радиаторами. Ла-5 вообще нельзя давать разгоняться. Поэтому, разорвали дистанцию и идем сначала в мелкий климп, а потом все больше и больше и вывешиваем противника. Если говорить о тактике ведения боя на Ф2, то здесь все, в принципе, думаю, понятно по тестам. С другой стороны, если крутиться на Ф2 с Яком, то это может закончиться плохо. Так как у Ф2 двигатель не такой мощный, как на Ф4. Не нужно вставать в глубокий вираж за Яком. А если зашли в вираж, то не стойте в нем долго. Тем более, если не достаете Яка. Ходите на ее сразу. Если вы сольете скорость и только потом начнете пытаться лезть вверх, то это может плохо закончиться. И Як сможет вас достать с его чудо-щитками. Ну а если видите, что уже проигрываете позицию, то это нужно вовремя заметить и заниматься перегруппировкой для занятия более выгодной позиции. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok